Привет, с вами Sawyer, канал для тех, кто хочет научиться программировать лучше. Сегодня хочу поговорить про построение API, рассмотреть API четырех популярных платформ. Это Postman, PayPal, Salesforce и Reloadly. В чем идея? Я сейчас делаю воркшоп по рестовым API. У меня уже почти все готово, скоро опубликую на своем сайте Sawyer Pro. И я просто к своему опыту решил посмотреть, освежить в памяти и посмотреть, как вообще ребята из серьезных команд всем этим делом рулят, занимаются. И, в общем-то, сегодня просто выскажу свое мнение в этом видео, что мне понравилось, что не понравилось. Вы, я думаю, сами увидите, где были API продуманы и спроектированы хорошо, где они были стихийно спроектированы, то есть по мере развития приложения. Это вот хорошо видно в таком обзоре. Ну, давайте начнем с хорошо документированного API, это Postman. Вот я здесь собрал все эти четыре API. Значит, проектирование API — это один из способов проектирования программного обеспечения. Существует, в общем-то, несколько подходов популярных в стартапах и в приложениях среднего уровня. Это либо от интерфейса, то есть когда вам дизайнер дает готовые макеты того, что должно получиться на экране, и вы от этого отталкиваетесь уже, подгоняя фронтовую и бэковскую часть. А вторая часть — это от API. То есть очень много сейчас стало REST-приложений, очень много стало подходов, основанных на том, что мы разрабатываем API по требованиям заказчика, а уже этим API пользуются конкретные либо наши приложения, если мы делаем какой-то продукт, либо если это потребители являются другие разработчики, они используют его в своих целях. Так вот, API — это популярная сейчас тема. Очень много на эту тему сломано копий. На сегодняшний день существует три популярных подхода. Это REST-подход, это RPC-подход и GraphQL. Значит, в чем суть? REST-подход — это репрезентативное состояние, которое распространяется самоописываемыми сообщениями, и по сути REST — это подход, основанный на ресурсах. То есть в рамках REST API создаются и модернизируются ресурсы, и передаются пользователю представление этих ресурсов в зависимости от заданных параметров фильтра или параметров запроса. То есть REST — это на сегодня, наверное, один из самых популярных подходов, потому что все подходы — это ресурсные подходы, да, практически все приложения. Это приложения, которые строятся на стандартных запросах по обновлению, удалению, получению данных, и REST очень хорошо сюда вписывается. RPC-подход — это подход построения API от вызова удаленных процедур. При этом он точно так же может использовать URL для описания того, какая процедура должна быть выполнена на удаленном сервере, но результатом RPC-подхода будет являться действие. При этом действие может быть точно так же, например, GET или LOAD или еще какое-то действие, которое будет возвращать набор ресурсов. А может быть и командой, которая должна выполниться и вернуть свой результат клиенту. То есть RPC-подход и REST-подход на самом деле очень часто миксуют, мы это сегодня увидим, и нет никакой практической необходимости оставаться в рамках только одной парадигмы, если вам нужны, например, удаленные запуски каких-то команд. Вполне можно дополнить рестовые интерфейсы API RPC-шными. Ну а GraphQL — это отдельный язык запросов, который позволяет структурировать ответ. Мы его сегодня рассматривать не будем. По сути, сегодня мы увидим, что REST и RPC, в общем-то, пара, которая активно используется, и на сегодняшний день, наверное, является основой. Значит, Postman'овская API, так как заодно я и показываю вам это в приложении Postman, Postman'овская API — одно из самых лучших из сегодняшней четверки, потому что оно описано полно и, прямо скажем, непротиворечиво. Значит, в чем подход описания API через вот такие приложения, в том числе и те плагины, которые я рассматривал в прошлый раз, точно так же запросы можно описывать по данной схеме. Здесь удобно, что мы видим сразу тип запроса, и дальше идет глагол, то есть слово, описывающее результат выполнения запроса. В случае с REST-запросами это будет четыре основных крудовских слова, да, как RAID, REIT, ну, REIT может быть также представлен как GET, вот как в данном случае, DELETE и UPDATE. То есть это стандартные крудовские запросы, которые наиболее часто будут в рестовых интерфейсах встречаться. Но вот здесь мы видим еще MERGE, да, то есть объединение результатов форков. Значит, дальше. Принципиально стоит для себя уяснить, что POST используется как основной метод, это идет из REST-а и, в общем-то, в RPC он тоже немножко просачивается. POST это метод, который используется для создания чего-то нового, либо для выполнения действия, которое нужно запустить, да, то есть заново запустить процедуру. PUT используется для того, чтобы обновить, да, обновить в данном случае, например, коллекцию, либо если у нас уже есть запущенная команда, мы можем ее сделать kill, да, но вот kill это обновление уже существующей запущенной команды, он будет делаться через PUT. Соответственно, PUT это метод, который обновляет уже что-то существующее. Это общепринятая практика и я рекомендую при проектировании API ее придерживаться. Ну, DEL, понятно, это удаление, здесь ничего, никакой разницы нет, а GET это все, что связано с получением, чтением данных. Вот так четыре метода, HTTP метода делятся в API-запросах. Сегодня HTTP и API это, наверное, одна из самых популярных направлений, поэтому вот в основном они встречаются. Безусловно, что можно построить API и на базе очередей, и на базе менеджеров очередей, и там будет немножко другая структура, там будут самоописываемые сообщения, но именно типичные интерфейсы, которых очень много сегодня, они строятся вот по таким правилам. Значит, следующее, как я уже сказал, идет первым словом глагол, который обозначает, что будет сделано, ну, а дальше, как правило, идет просто ресурс. Если речь идет о REST, название получается кратким и простым. Значит, использовать глагол нужно почему? Потому что, ну, точнее, почему некоторые используют глаголы, а некоторые берут и название метода используют вместо вот этого первого глагола. То есть мы, в принципе, могли бы написать POST и COLLECTION, и это тоже имело бы смысл, потому что POST это тоже глагол, соответственно, можно не уточнять. Но в данном случае, так как создание, например, отличается от MERGE, то вот имеет смысл уточнить, это что называется up to you, да, то есть если вы хотите, чтобы ваши запросы содержали более красивое, скажем так, описание, то можно вот первое слово в виде уточняющего действия его добавлять. Соответственно, все, практически все запросы рестовые, они вот по такой схеме и строятся. Значит, дальше обратите внимание еще на группировку, то есть группировка очень часто, особенно в маленьких приложениях, она сразу отображает и компонентную основу вашего приложения. То есть, например, в вашем приложении будет модуль или компонент COLLECTION, который будет реализовывать всю эту функциональность. И здесь будет проходить одновременно и архитектурная граница. Это удобно, потому что уменьшает необходимость нагрузки проектирования и, соответственно, облегчает связь между реальным кодом и описанием вашего API. Значит, тут еще нюанс в том, что это не правило, это не обязательно правило. В некоторых случаях можно бить внутри, да, внутри директории, внутри папки на дополнительные, если нужно, компоненты. Но, еще раз говорю, в маленьких приложениях это очень часто встречается, когда группировка по компонентам совпадает с группировкой по API. Это в данном случае, я думаю, во многом отражает и архитектурно на верхнем уровне приложение Postman. Я думаю, если мы взяли бы какую-нибудь компонентную диаграмму, мы бы очень похожую увидели там структуру, где у нас есть пользователи, импорт и API, и они как бы являются одновременно и компонентами. Хотя, безусловно, можно и уточнить, и сгруппировать на уровне связи в приложении иначе. Это не, еще раз говорю, это не является законом, это скорее такая рекомендация, которая упрощает проектирование. Окей, значит, здесь все здорово описано, кроме того, что все разбито на группы, что удобно в виде папок. Здесь есть еще и примеры. Значит, вторая прелесть описания интерфейсов заключается в том, что примеры вам позволяют четко понять, как должен вести себя запрос, что он должен возвращать, но, естественно, при этом они на вас нагрузку дополнительную по описанию всего этого дела возвращают. Значит, соответственно, из хорошего, значит, здесь есть запросы, которые являются успешными, и запросы, которые являются вариациями ошибками. И здесь мы можем увидеть, что результат возвращения, значит, вот статус-код, значит, результат возвращаемый соответствует еще и правилу того, что транспортные ошибки или ошибки, которые могут в RPC или в REST API представлены быть ошибками HTTP. Обычно это не бизнесовые ошибки, а ошибки именно уровня приложения. То есть бизнесовые ошибки, они требуют дополнительного еще содержания в BOD. Ну и здесь, как я думаю, да, оно дублируется в BOD. То есть хорошей практикой является показать статусом, что у вас происходит, и показать в BOD уточнение того, что, по сути, вот это сообщение, вот это вот сообщение показывает более детально, что там не так произошло. Да, вот в данном случае ошибка доступа. Если посмотреть по другим запросам, то вот 400 ошибка, она используется везде. 201. Странно, кстати, почему не использовали здесь 201, потому что она больше подходит под создание, потому что 201 — это и есть ресурс создан. Вот это, кстати, какая-то странная штука. Ну, не часто у нас используют 201. Это я бы поставил под вопросик, почему они так вернули. Я бы вернул 201. Вот. Ну и удачный ответ 200. Они, видите, одинаковые по сути. Так, ну вот, наверное, в этом-то и ответ, что у них разницы между созданием монитора и SACS for Response никакой нет, и тогда непонятно вообще, в чем разница этих двух примеров. Окей, тогда вот почему 200 становится понятно. Это стандартный, я думаю, у них ответ на все успешные ситуации. 200 вернули, независимо от того, это апдейт, крейт и так далее. Окей, то есть у нас есть описание примеров, что позволяет нам в основном рассмотреть не только успешные направления, но и посмотреть, какие могут возвращаться ошибки. Это очень важно, потому что обработчик ошибок, как правило, должен быть в клиенте. Соответственно, примеры показывают, каждый пример должен быть закрыт обработкой на клиенте. И что хорошо, вот как раз в постминавском API, они эти все штуки хорошо прописывают. Вот еще один момент, который я как раз хотел обсудить, это использование уже RPC-шного подхода. То есть они не, как в описании API, не разделяют, что у них есть рестовый подход или RPC-шный подход. Ну, как я уже сказал, с практической точки зрения это особо смысла и не имеет. Вот они запускают, выполняют явное действие. Очевидно, что это RPC-шный подход. И вот в данном случае они сразу и убирают обработку, видите, с помощью статус-кодов. То есть вот Successful Response вообще не показали, какой статус-код, но очевидно, 200-ый. А запуск монитора failed они показали 200-ым правильно, потому что это уже не ошибка HTTP-шная, это ошибка логики. И монитор не может быть запущен по какой-то причине, и они, собственно говоря, возвращают, должны вернуть здесь информацию о том, что, почему он не запущен. Failures. Так, и with years тоже 200-ый код. Это характерная черта для RPC-запросов. То есть когда мы выполняем удаленную процедуру, это уже не REST-овский подход, поэтому статус-код здесь, в общем-то, не используем. Как бы обратил я здесь внимание, что у них для запуска мониторов подходит, используется RPC-шный подход, и, соответственно, поэтому статус 200-ый везде возвращается. Еще такой момент. Можно было бы это сделать как REST-овый подход, не RPC-шный, если бы мы здесь заменили на, например, какой-нибудь там экшен. Экшен было бы у нас сущностью, то есть у нас это было бы ресурсом. В описании экшена у нас было бы, соответственно, необходимое действие, которое нужно выполнить. Тогда мы бы постили сюда название экшена, оно бы создавалось как ресурс, возвращалось бы там 201-ый статус-код, и дальше этот экшен бы уже выполнялся. Но тогда бы нам нужен был отдельный метод в REST-е, который бы результат этого экшена get-ом получал. Да, потому что в данном случае, особенно RPC в том, что выполняя какое-то действие на стороне сервера, он сразу возвращает результат. Это мы сказали, выполни эту функцию и верни ее результат. И результатом может быть что угодно. Поэтому ошибка здесь, например, там 400-ая или там 403-я, когда, например, доступ не разрешен, она не имеет смысла. Это RPC. Все, что касается RPC, содержится внутри ответа. Поэтому всегда будет 200-ый. Окей, это мы увидели. По удалению тоже мы увидели. Здесь будет так, как это, ну да, так как это вот пошел уже рестовый, здесь 400-ая ошибка. И здесь, в принципе, мне нравится. Это такой, знаете, хороший описанный, хорошо описанный интерфейс. Он спроектирован грамотно. Он содержит хорошее разделение по обязанностям. По нему хорошо просматриваются границы. Мы видим, соответственно, не только успешные, но и неуспешные цепочки. И вот Postman интерфейс, он API, он, естественно, мне показался наиболее здесь качественным. Но это и само собой разумеющееся, потому что Postman позиционирует себя как платформу создания API. И было бы глупо, если бы, собственно, API он написал криво. Значит, дальше идем про PayPal. Здесь тоже, в общем-то, сразу видно рука профессионалов, да. То есть здесь также есть успешные возвраты примеров. Ну, опять же, они используют уже статус-коды так же, как и положено в ресте. Вот. Статус-коды они используют в соответствии с той информацией, которой они возвращают. Здесь я так сейчас пробегусь. Ничего такого я не вижу. То есть у них есть и рейт-лимиты. Тоже хороший пример. Кстати, обратили внимание, что в Postman 429-й не было. Рейт-лимитов не было. Окей. И еще одна классная штука, которая есть в PayPal. Ну, неудивительно, большая, серьезная платформа. У нее есть, естественно, версионирование. Есть два подхода, кстати, версионирования. Версионирование непосредственно какого-то компонента, модуля. То есть когда у нас сначала идет имя компонента, а потом версия. И есть версионирование всего API, тогда это делается заранее. То есть когда мы говорим, что у нас есть срезы версии 1 для всех используемых API, у нас есть срез версии 1, есть срез версии 2, тогда это выносится вперед. И если у нас есть версионирование на уровне компонента, тогда это выносится за название компонента, который версионируется. Я, конечно, условно говорю, что компонент, в данном случае любая сущность, которая является частью URL. Значит, соответственно, также используются задачи, которые связаны с фильтрацией. Это вот как раз в воркшопе по REST-ам я подробно описываю, где фильтрация является частью запроса после вопросика, а где это часть, идентификатор, по сути, ресурса. Потому что в данном случае user-info — это тот ресурс, который мы идентифицируем вот по данной цепочке. Окей. Примеры есть. Здесь используется смешанный подход. Вот обратите внимание, я говорил, что вначале используется глагол. В данном случае они взяли и не стали дублировать слово get, потому что, например, get, user-info. Они могли написать get, get, user-info. Но смысла нет, дублирование здесь бессмысленно. То есть метод, сам метод тоже может выступать в роли глагола. Это очень часто используемый подход. И опять все у нас интерфейсы, они достаточно кратко описаны. Ну, кстати, здесь есть вот это слово show, что тоже странно, потому что show — это метод, который является уже по смыслу RPC-шным, если он что-то где-то там показывает. Но я думаю, что это на самом деле стандартный рестовый метод, который просто можно было писать get details для авторизованного доступа. Да, это тоже описание ресурса. Вот здесь, кстати, они как-то странно это писали. Я бы не стал использовать слово show в принципе, потому что show — это RPC-шный подход. Вот это действие, которое должно быть выполнено на стороне сервера. В данном случае они почему-то, ну, вот как бы видите, нет единого такого описания. Разные специалисты могут по-разному. Хотя вот есть, если все придерживаться в едином стиле, если вы посмотрите, например, у Postman, там в едином стиле все гораздо лучше выдержано. Ну, и здесь есть тоже успешный только запрос, 200-й код, все хорошо, кроме вот этого show. Оно сюда явно не к месту. Дальше они используют также подход, где метод является глаголом. Опять используют show. Так. И, наверное, интересно, в других частях используют ли они где-то show. Да, они везде используют show. Ну, вот, по крайней мере, единообразно. Так, в данном случае, ну, get show, ну, как-то, я не знаю, на мой взгляд, это не принято так делать. Но, как вы понимаете, каждая команда сама решает, как унифицировать название своих методов, своих API-методов, либо ресурсов. Окей. Так, здесь я сходу больше ничего такого не вижу. Вижу, что все достаточно хорошо описано, кроме вот этого странной мысли, что мы даем get-ам команду что-то там показать. Вот это для меня странно. Ладно. PayPal-овский API тоже достаточно хорош, очень хорошо описан. И, как бы, спорить с такой серьезной командой в плане именования я не буду. Но, тем не менее, как я уже сказал, существует вообще правило глагол и что, да, то есть над чем выполняется действие. Глагол может отражать либо имя процедуры в RPC-подходе, либо действие в ростовом варианте представления ресурса. Окей. Значит, вот это два хороших варианта описания. Дальше у Salesforce, я посмотрел его уже заранее, начинаются уже те штуки, которые отличают стихийно созданные API. Здесь видно, что у них по самим названиям это уже не могут они использоваться как архитектурные границы, совершенно очевидно, потому что непонятно, по какому принципу они сформировали вот это название и вот это название. Дальше у них начинается уже какая-то пляска с параметрами. Здесь они версию используют просто как без префикса V, здесь они уже версию используют с префиксом V и это явно уже показывает о том, что интерфейс, который данный Salesforce API представляет, проектировался по ходу, что называется, пьесы. Работали разные люди, у них были разные представления, и вот вы даже без труда это увидите, вот, например, вот это название и вот это название. Видите, здесь присутствует единообразие именования, здесь этого единообразия не присутствует. То есть это явно на свой лад люди, на свой вкус люди называли, да, то есть просто даже по названию видно, что подходы в именовании здесь использовали разные. Здесь вот по классике все делали, а здесь немножко подшаманивали. Ну и плюс сами названия query, ну, в общем, это такие общие слова, которые не несут семантики, и по идее в названии директории их лучше не использовать. Дальше у меня вот к этой части тоже вопрос. REST это не является, то есть тип запроса не является как бы основой для формирования папочки. То есть тоже непонятно, зачем они сделали REST, когда у них REST, по сути, и во всех остальных случаях использовался. Скорее всего, тоже была какая-то исторически сложившаяся причина, они ее начали развивать, вот. И здесь они, видите, уже используют название метода как глагол и не пишут дополнение, как делалось вот в этой папке. Значит, это все говорит о том, что развивалась стихий, наработали разные люди, привычки у всех были разные, соответственно, возможно, разные архитекторы это проектировали, если вообще были архитекторы. Это вот тот вариант, когда уже, например, отсутствуют здесь и примеры, и именование пляшет, и нет и стилистического единого оформления, соответственно, если мы копнем поглубже, то кажется, что без примеров мы и по статус-кодам не поймем, какие они используют подходы, используют ли они статус-коды. И этот интерфейс, безусловно, может быть использован, и, безусловно, это рабочее приложение, но это уже некий небольшой технический долг. Он, конечно, не критичный, приложение от этого не будет падать, не будет, что называется, ввести себя непредсказуемо, но вот такие тавтологические названия вот здесь в данном случае, да. Ну, то есть здесь по вот таким мелким нюансам, по разношерстности, по тому, что все разъезжается, видно, что не было единого подхода структурного, да, то есть и к разделению по границам. У них точно так же, не пойми как, все и в коде наверняка разделено, вот по REST-у у них там наверняка полная мешанина. То есть, когда нет порядка в проектировании API, когда вы не придерживаетесь правила границы и группировка, архитектурной границы, вы начинаете вот такую кашу делать, и в коде у вас тоже получается каша. При этом, конечно, это будет работать, но это уже мини-профессиональный подход, вот об этом я хотел показать. Ну и самый-самый непрофессиональный, это, конечно, Reloadly. Вот это просто, что называется, наколеночный вариант, просто накидали, это не описание API, это точно не проектирование API, это вот как раз плагинный вариант, который я бы рекомендовал делать в плагине. Вообще непонятно, зачем они это вынесли в Postma, видимо, по причине популярности и все так делают, да, то есть, как мне в комментариях написали, профессиональные команды используют Postma. Ну вот этот вариант, это непрофессиональный вариант, это просто они накидали запросы, здесь практически нету переменных окружений, это просто способ как-то задокументировать в виде черновика то, что у них есть в приложении. Это не проектирование API, это точно не хороший подход, да, это, в общем-то, здесь нужно сказать, кстати, отметить, что они придерживаются такого правильного именования, да, с позиции именования все хорошо, но они не версионируют, не описывают примеры, не показывают какие коды возврата, у них есть разделение на продакшн и сэндбокс, это вообще очень-очень-очень-очень такой вопрос вопросов, когда это должно быть все одно, потому что вот если мы посмотрим, ну это дублирование называется, в программировании все знают, что нужно избегать дублирования, мы здесь, что называется, я вот пытаюсь сходу найти пять различий, да, а у freeloadly.com, а у freeloadly.com, и я этих различий не вижу, то есть смысл в том, что они, поменяв потом спеку вот здесь, они вполне ее могут поменять здесь, и такое количество дублирования, у них каждый метод дублируется, он, соответственно, порождает потом в будущем и большие проблемы сопровождения. В итоге вот эти начнут, допустим, соответствовать действительности или, скорее всего, в действительности начнут соответствовать сэндбокс, а продакшн они особо не будут поддерживать, либо это будет постоянно разъезжаться, если все равно надо будет поправлять. То есть нет такой практики разделения тестовых и, точнее, сэндбокс это, в общем-то, стейджинг, да, то есть стейджевых запросов и продакшн. Это все должны быть единые запросы, у них должны только эндпоинты меняться, один должен быть стейджинговый, другой должен продакшн быть. Вот, это такое грубое проектирование, единственное, что здесь это придерживаются они какого-то стиля именования, группировка выполнена по эндпоинтам, да, то есть они, грубо говоря, разделяют эндпоинты через эту группировку, хотя должны через параметры окружения. Архитектурные границы вы по этим запросам можете провести только условно, потому что, ну, это очень-очень приближенное разделение по обязанностям, GIF-карты, number, lookup, utility payments и Airtime. То есть это как бы такое, ну, вероятно, это можно рассматривать как архитектурные границы, но на самом деле очень-очень все так на черновик похоже, да, то есть не очень продумано. Вот, четыре варианта проектирования API я показал, плюсы и минусы я писал, да, все у всех будет работать. Я здесь хочу сказать, что вы вам скажете, главное, чтобы работало и у Salesforce будет работать, и Reloadly будет работать, потому что такие штуки, они требуют просто дополнительных телодвижений, как любой технический долг, он не приводит к остановке всей работы. Но есть профессиональный подход, мы видим профессиональные команды типа PayPal или Postman, они подходят грамотно к проектированию API и не делают вот таких кринжевых ошибок, как Reloadly, да, с разделением, с дублированием, по сути, функциональности. Это говорит о профессиональности самих разработчиков, поэтому обращайте на это внимание. Если кому интересно, подождите, думаю, через недельку выйдет мой воркшоп по REST-ам, там прямо я все разжевал очень подробно и по этапам проектирования все там будет. Вот, на этом все, спасибо, что слушали, с вами Сойер, до свидания.